Сегодня в морском собрании Выездной совет старшин Владивостокского морского собрания на плавзаводе Доброфлота Всеволодсибирцев Разногласия с таможней вокруг полутора тысяч тонн сайры решено оставить береговым юристам, а сам плавзавод готовить к новому объекту промысла Какой? Об этом расскажем во второй части морского собрания Мы готовили орудия лова, которые очень дорогие и очень емкие и по времени изготовления и все Мы готовили людей, экипажи Транспортный железнодорожно-морской коридор Приморья-1 получил в порту Восточном новую таможенную сканирующую технику На осмотр одного контейнера уходит меньше 10 минут А начнем с события, которое состоялось на этой неделе не в Приморье и даже не в России Но имеет самое непосредственное отношение к морской логистике Дальнего Востока в целом и Приморья в частности Из китайского порта Циндао с северным морским путем в арктический порт Сабетта ушел сухогруз Если бы не триумф космодрома Восточный, это стало бы главным событием минувшей недели И вот почему На борту сухогруза огромное сооружение с многоэтажный дом Первый модуль гигантского завода по производству сжиженного газа Арктики Этих модулей еще будет много И в 2017-м первая же товарная партия уйдет в Европу В 2019-й год арктический завод будет запущен на полную мощность Напомним, к 1986-му году объем перевозок по Северному морскому пути достиг своего пика в 8 миллионов тонн А потом по перестроечным причинам все рухнуло Исчезла береговая инфраструктура, закрылись полярные станции, начал умирать Диксон Гидрография, метеообеспечение, ледовая разведка, все ушло в небытие Начали вставать на прикол ледоколы После этого почти весь трафик Севморпути составляли лишь грузы сохраненного Норильского комбината И все Заново запустить Северную морскую магистраль Россия конца 20 века не могла Требовались колоссальные вложения в инфраструктуру, взять которые было негде Завод Ямал-СПГ и порт Сабетта, которые строили без излишней помпы Стали импульсом возрождения и развития Арктики Дело все в том, что прибыль проекта по добыче и транспортировке Позволяет отстроить все необходимое по всему маршруту Позволяет прибыльно и выгодно для всех желающих встать в Северную логистику Без этого проекта сделать это было бы невозможно В 2017-м же в строй войдет первый ледокол Атомфлота нового проекта Способный работать по трехметровому льду И это только начало в серии Строятся газо- и нефтевозы ледового класса Которые пойдут вслед за ледовыми сухогрузами Норникеля Один такой супергазовоз с длиной корпуса в 250 метров И который получил имя знаменитого первопроходца Арктики штурмана Альбанова Летом этого года сделает показательный заход в Владивосток Об этом нам неофициально рассказал директор Совкомфлота Компании заказчика и оператора Арктического флота Для нового порта приведем сюда пароход Он будет называться штурман Альбанов Где-то в июне, в июле поставим его здесь на рейде Он судно самое просто уж очень техническое Так что Севморпуть в ближайшие 2-3 года оживет И еще как